Приветствую! Вчера завирусилась новость о том, что студентов могут лишить отсрочки от мобилизации. И сегодня мы поговорим о том, почему это стало возможным, кому из студентов стоит этого бояться и как быстро это все может произойти. Итак, первое, почему это стало возможным. Кто следит за моим каналом, скорее всего, видел ролик, посвященный тому, что в 2022 году студентов, которые, условно, скажем так, не студенческого возраста, стало на 85 тысяч меньше, чем в 2021 году. А студентов, которые вот именно студенческого возраста, да, стало на 10 тысяч меньше. Конечно же, государство на это смотрит и понимает, что из подноса, по сути, ТЦК и СП ушло 85 тысяч потенциальных призывников, да, ну, тех людей, которые можно было бы мобилизовать. И, безусловно, мы понимаем, что те, кто пошел в ВУЗы, это, скорее всего, люди, которые по состоянию здоровья пригодны к службе в армии. Потому что те, кто непригоден, они пошли, получили исключение и все. Сейчас 23-й год. Пока мы статистики не знаем. Но мы прекрасно понимаем, что количество мужчин, которые пойдут в институты, чтобы избежать мобилизации, будет достаточно серьезно. Естественно, государство, ну, вынуждено будет, скорее всего, на это как-то отреагировать. И как оно отреагирует? Мне думается, что лишат отсрочки не всех студентов, а только тех людей, которые получают второе высшее образование. Почему так? Чтобы соблюсти баланс. Потому что мы знаем, что у человека есть конституционное право на образование. И государство может пойти таким путем, что если ты получаешь первое образование, то, пожалуйста, получай его. Если же ты уже реализовал свое право на высшее образование, у тебя оно есть, и ты идешь во второй раз, получаешь его, то соответствующие отсрочки мы тебе не даем. Ну, а перед тем, как перейдем к следующему вопросу, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Как это может произойти? Это может произойти следующим образом. В статью 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации будут внесены соответствующие изменения. Как это быстро может произойти? Очень быстро. Как мы с вами знаем, когда государству нужно, законы вносятся и принимаются в течение 1-2-3 дней. То есть реально этот процесс может произойти вот так. Так, моментально мы этого можем даже не успеть заметить. Но, скорее всего, мы заметим, потому что я мониторю эту ситуацию. И если вдруг будет соответствующий законопроект, я обязательно сделаю об этом видео и сообщу вам об этом. Ну, а под конец видео хочу вас несколько успокоить. Вот эта новость, которая посвящена вопросу отмены отсрочки студентам, она базируется на заявлении юриста. То есть это не заявление депутата, это не некое предупреждение о том, что мы готовим там законопроект, либо внесен уже такой законопроект. Это просто один из юристов высказал свое мнение, и оно вот, ну, завирусилось, скажем так. Поэтому это абсолютно не значит, что в ближайшее время будет отменена отстрочка студентов от мобилизации. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще много полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok